МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня 11 марта, в эфире программа «День веков. Хронограф». И мы ее ведущие. Я Юлианна Шахова. И я, Михаил Ремезов, рады приветствовать вас. От всей души поздравляем всех наших телезрителей, кто появился на свет в этот замечательный день. И желаем им всего самого хорошего. Мы рады сообщить вам, что 11 марта в разные годы и века на свет появились такие выдающиеся личности, как Тарквата Тассо, итальянский поэт Возрождения и Барокко, автор произведений «Освобожденный Иерусалим. Диалоги». Выдающийся балетмейстер Мариус Петипа. Михаил Ефремов, русский генерал, командующий Центральным фронтом в 1941 году. Николас Блондерген, голландский физик, нобелевский лауреат. Король Дании Фредерик IX. Актер Евгений Шутов, снявшийся в фильмах «Коммунист», «Живые и мертвые. Вызываем огонь на себя». Актер Георгий Юматов, известный по кинолентам. «Весна», «Молодая гвардия», «Баллада о солдате», «Опасные гастроли», «Офицеры», «Петровка-38». Светлана Врагова, режиссер театра «Модерн». Актриса Кира Головко, снявшаяся в фильмах «Война и мир» на дне. Сегодня 11 марта. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Этот день в истории человечества отмечен следующими событиями. В 1649-м французское правительство и лидеры мятежной фронды подписали мирный договор. И в 1702-м впервые вышла в свет английская газета «Дейли Курант». В 1795-м году Наполеон Бонапарт принял участие в неудачной экспедиции против своей родной Корсики. И в 1835-м напечатаны первые в Канаде банкноты. В 1861-м принята Конституция Конфедерации Южных Штатов Америки. И в 1878-м французской академии продемонстрирован фонограф. В 1918-м году англичане высадились в Мурманске. И в 1921-м украинское правительство приняло постановление о покупке у населения культурных ценностей для передачи государственным музеям. В 1935-м Германия провозгласила о создании своих военно-воздушных сил – Люфтваффе. И в 1943-м партизанский отряд Федорова начал рейд по Волынской области. В 1978-м арабскими террористами в Тер-Авиве захвачен автобус. И в 1985-м Михаил Горбачев избран генеральным секретарем ЦК КПСС. На календаре 11 марта вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Сначала о событиях в нашем государстве российском. 11 марта 1720 года в России был издан генеральный регламент – детальная инструкция по организации работы государственных учреждений. Документ устанавливал права и обязанности всех должностных лиц коллегий. Согласно ему, присутствие каждой из коллегий состояло из президента, вице-президента, четырех-пяти советников и четырех асессоров, а также регламентированного штата чиновников. Документ состоял из 56 глав. Любопытно взглянуть на название глав. Глава 8 мая – о разделении трудов. Глава 28 мая – о канцеляриях. Глава 55-я – чтобы никто ругательными и поносными словами коллегиям касатеся не дерзал. Не мешало бы напечатать и на стеночку повесить в некоторых наших учреждениях, как думаешь? Думается, каждому современному чиновнику стоило бы изучить сей документ. И еще. Все поступающие на государственную службу давали присягу. В общем, генеральный регламент или устав являлся в то время неким подобием штатного расписания. Или экзота. Кому как милее. 11 марта были подписаны еще два царских документа. А именно в 1764-м императрица Екатерина II издала манифест об изъятии в казну церковных земель в России. И в 1780-м в ходе войны за независимость английских колоний в Северной Америке Екатерина II издала декрет о вооруженном нейтралитете, дабы охранять торговое мореплавание. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня 11 марта. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». А сейчас о событиях 20 века, минувшего в нашей стране. В этот день, 11 марта 1904 года, во время русско-японской войны, в Желтом море погиб миноносец, стерегущий. Надо сказать, что для охраны и порта Артура было организовано дежурство миноносцев и крейсеров, которые ежедневно выходили в море и должны были уничтожать противника. Большое внимание русские уделяли разведке. В ночь, когда произошла трагедия, в разведку пошли эсминец решительный и миноносец-стерегущий. Возвращаясь, они были атакованы четырьмя японскими контр-миноносцами. Миноносец решительный, обладал хорошим ходом и прорвался в порт Артура, повредив в бою два японских миноносца. Стерегущий же отстал и принял неравный бой. На близкой дистанции он смог нанести серьезные повреждения противнику. Однако командир и большая часть команды были убиты. Артиллерия выведена из строя. Японцы хотели взять миноносец на буксир, но им это не удалось. Русские матросы Бухарев и Новиков открыли кингстоны и затопили миноносец, погибнув вместе с кораблем. Командование узнало о битве слишком поздно. В помощь сражающимся были высланы дополнительные крейсеры. Но, увы, помощь не успела подойти. Этот бой, как и бой легендарного варяга, вошел в историю русского флота, как символ доблести и мужества русских моряков. В их честь в Петербурге и по сей день стоит памятник двум матросам, поворачивающим маховик Кингстона с короткой надписью «Стерегущий». 11 марта 1918 года в ходе Первой мировой войны английские войска высадились в Мурманске. Это было время, когда Англия, Франция, США и Япония перешли от оказания помощи внутренней контрреволюции к открытой военной интервенции, то есть вторжению на территорию Советской России. По версии некоторых современных историков, англичан пригласили депутаты Мурманского краевого совета, чтобы помочь отразить возможное наступление немцев и финнов. Оккупировав город, интервенты стали теснить Красную Армию на юг вдоль железной дороги. Чтобы выбить из населения Кольского полуострова революционный настрой, интервенты посадили каждого восьмого жителя в тюрьмы. Самое страшное находилось в Йоканге. В ней умерли от истощения и болезней несколько сотен человек. Субтитры создавал DimaTorzok